Здравствуйте, меня зовут Александр, я хочу вам рассказать о нашей платформе для продажи подержанной одежды. Это не очередная доска объявлений, а совершенно новый проект для украинского рынка. Сейчас я расскажу подробнее. Итак, у большинства современных людей есть одежда, которая попросту пылится в шкафу и не используется. Наш сервис помогает избавиться от этой одежды. Все, что нужно делать, просто сфотографировать и выложить на сайте. А если этим заниматься лень, у нас есть так называемая онлайн-комиссионка. И это одна из наших самых главных фишек. Как это работает? Вы отправляете нам заявку, приезжает курьер, забирает ваши вещи и остальное делаем мы сами. То есть очень удобно. Но у нас есть критерии к одежде, которую мы отбираем. Поэтому всю одежду, которую мы собираем, часть из нее может идти на благотворительность. В принципе, то есть все, что нам отдают, находит своих новых владельцев. С другой стороны, как я уже говорил, у нас достаточно строгие критерии к одежде. И поэтому покупатели получают только лучший контент. И они могут купить только исключительно брендовую качественную одежду по самым низким ценам в Украине. Ту же проблему пытаются решить, например, доски объявлений, социальные сети ВКонтакте, группы ВКонтакте. И шафт, наш основной комплект. В принципе, сервис похож чем-то на нас. Но у нас есть ряд важнейших преимуществ, таких как удобство покупки. Мы отправим уведомления прямо в соцсети. Что еще? Также строгая модерация тоже очень важный критерий. И все это заставляет покупателей и продавцов, жимов и вновь возвращаться на сайт, делать повторные покупки и выкладывать новые вещи. Не пустые слова это. Мы запустились 3 месяца назад и уже имеем посещений, 600 посещений ежедневно. Более 5000 активных пользователей. Постоянно выкладывают новые товары. Их смотрят, покупают. В принципе, от 10 до 30 заказов в день. Мы уже сейчас имеем. Про рынок. Мы оценили нашу нишу в 220 миллионов евро. И, в принципе, рынок постоянно растет. Что касается стран, на которые мы тоже собираемся выходить в ближайшее время. Также все достаточно хорошо. Есть куда расти. Рынок большой. Из реальных живых примеров. Сайт Royal X сейчас имеет 4 миллиона посещений ежемесячно. И это только в разделе моды и стиль. Как раз вот то, чем мы занимаемся. По сути, в принципе, это наша аудитория, которая активно пользуется в интернете и может пользоваться и нашим сайтом тоже. Монетизация достаточно простая. Мы берем комиссию в размере 40% от продаж через нашу онлайн-комиссионку. Мы уже зарабатываем. Это все реально работает. Проверено. Так же планируем запускать другие виды моделизации для продавцов, которые сами продают. На основе наших KPI и конверсий мы построили бизнес-план. Бизнес-план, который показывает реально успешность нашей модели. И то, что мы реально можем зарабатывать. И вот, в принципе, вы видите на экране. Мы ищем инвестиции в размере 50 тысяч евро. Это нам надо для закрепления на рынке Украины. Для подготовки к следующим раундам. И, в принципе, чтобы быть готовым выходить на другие рынки. Самое главное, что у нас есть команда, у которой есть достаточный опыт во всем этом деле. Которая разбирается и уже достигает успехов. Все, в принципе, спасибо. Вопросы? А инвестиции? Что-что? 10% Да. 10% 50 тысяч. Почему вопрос? А чем вы кардинально отличаетесь от антресоли? Знаете ли вы такой проект? Да, да. Антресоль знаем, Плюшкин знаем. Ну, Плюшкин, там идет обмен всего. Мы исключительно продаем одежду. По поводу антресоли тоже. Во-первых, они продают все. Во-вторых, это мобильное приложение. У нас пока его нет. Мы, в принципе, собираемся делать. Но я считаю, что сейчас украинский рынок еще не готов к мобильному приложению. Лучше делать вот именно сайт, веб-продукт. Похоже, он все доволен. Но основная аудитория все-таки веб, через браузер. Да, пожалуйста, вопрос. Вы указали OLX как вашего основного конкурента и сказали, что его пользователи могут пользоваться и вашим сервисом тоже. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что пользователи OLX будут пользоваться вашим сервисом? Ну, благодаря нашим преимуществам. В принципе, те вещи, которые продаются на OLX, это только часть, да, тех, точнее, пользователей, которые на OLX пользуются, это только часть нашей аудитории. С другой стороны, на OLX продают все, тоже очень много разных вещей. И у нас мы не сможем все это продавать, потому что у нас строгие отбора контента. И почему, допустим, на OLX люди возвращаются постоянно, они больше за счет SEO, за счет поисковика продвигаются. А у нас больше платформ, у нас есть пользователи, которые приходят, и они знают, что когда они придут в следующий раз, у них будет тоже качественный контент. И поэтому, как бы, в целом, вот именно это нас среди них выделяют. Это наше преимущество для покупателей. Что получается, что они, как с OLX, где покупатели и продавец, и не новости, мы сами между собой скажем. Вот сейчас у нас такая схема, что у нас могут и пользователи сами выкладывать, и через нас продавать. То есть, в принципе, у нас такое, что-то среднее между интернет-магазином и платформой. Таким образом, мы можем продать одежду не только тем, кто сами хотят заработать, да, а и тем, кто не хотят ничего делать, а просто готовы, как бы, избавиться и подзаработать на этом. Всего благодарим. Комментарии. Спасибо. Комментарии вам здорово. Смотрите, что мне нравится в вашем проекте, да, то, что у вас уже есть некий проект, что у вас есть пользователи, они вообще-то размещают, они поют на сайте, они все-таки вкладывают, и даже кто-то что-то покупает. С точки зрения, вот, ну, она же у нас тут приступала интересована, да, там, пить назад, то мне кажется, вот, надо об этом подумать, концепция с мобилки, она быстрее. Ты взял мобилку, щелкнул, нажал кнопку, а он уже упал, там, ну, не сеть, там, свэпом, ну, то есть это гораздо дольше. Сфотографировал фотоаппарат, там, как-то перезакончать ее куда-то, там, там, еще, то есть вам надо, вот, я думаю, обратить внимание. Ну, и, конечно же, вот, с точки зрения, кто продает, мне вот все понятно, каждый хочет продать свой хлам, да, кто покупает, вот здесь вот у меня есть вопросы, как бы, ну, это надо так, девушка, по-сому, уже мне там сложнее. Мне кажется, это больше, да, для вечера. Окей, спасибо. Благодарю. Продолжение следует. Почтовый, пробот. Добрый вечер. Пошло время. Пошло, хорошо. Сегодня я расскажу о проекте, которым я сам воспользовался, пока сюда ехал, по дороге. Еще один раз воспользовался, пока сидел здесь, ждал начала всего мероприятия. Ну, и я смотрю, что в зале есть люди, которые тоже им пользовались. Обозначу проблему. А, меня зовут Богдан Александров. Ну, наверное, некоторые уже слышали. Вопрос был у него, но... А, и мне, но... Это, я думаю, не лишний. Видите, абсолютно, да. Повторение моего течения. Так. Все знают о проблеме с дедлайнами, да. Там, казалось бы, есть сто пятьсот разных приложений, сервисов, которые помогают нам делать все вещи вовремя. А в итоге, несмотря на обилие всех этих штук, вовремя почти ни у кого ничего не делается. Да. Особенно, если идет речь о каких-то делах или проектах, которые мы вынуждены делать или с удовольствием делаем с другими людьми. Итак, пример. Я, как руководитель компании, или не обязательно руководитель компании, проекта и так далее, пишу письмо своим коллегам. Мол, так и так, Алексей, сделайте, пожалуйста, презентацию к пятнице, да, там, Сергей, а вы вышите Алексею в среду данные для презентации. А я на основании этих данных подготовлю кост к следующему понедельнику, да. Я пишу такое письмо, оно уходит успешно, и через неделю я приблизительно забываю об этом письме. Естественно, все эти дедлайны уезжают, и если я не вспомню самостоятельно, то ничего не произойдет. Ну, либо пока кто-то из коллег случайно не вспомнит, что да, он что-то должен был. Как обычно пытаются избежать этой проблемы? Выписывают либо на бумажку, либо пользуются какими-то сервисами-ремайндерами, отправили письмо и все эти даты повносили. Это первый пример. Второй пример. Мне пришло письмо с какими-то задачами, я как-то должен отреагировать на это письмо. И прямо сейчас я не могу на него отреагировать, потому что задача сложная, а прямо сейчас ее делать невозможно. Что мне нужно? Опять выписать это на бумажку, либо зайти в какой-то ремайндер, чтобы он мне наполнил об этой задаче попозже. То есть, собственно, никому не хочется заходить ни в какие-то ремайндеры после того, как мы получаем письма. Мы надеемся на память, в итоге опять сроки едут. Какое может быть решение? Вот это все нудные слайды, на которых мы останавливаться не будем. Давайте остановимся на том, как это работает. Я пишу письмо своим коллегам и расставляю в письме дедлайны совершенно натуральным языком. Мол, Сергей сделает в пятницу, Алексей сделает в среду, а Инна сделайте до 1 октября. И обозначаете это специальным значком. В копию ставлю своего личного робота-секретаря, и дальше для его проблемы отслеживать эти дедлайны. То есть, робот-секретарь будет напоминать об этих дедлайнах либо мне, либо всем участникам, либо еще каким-то образом, в зависимости от того, как мы поставим его в копию. То есть, для того, чтобы использоваться этим сервисом, нет необходимости не регистрироваться где-то. Достаточно просто поставить в копию робота-секретаря. Ну, собственно, вы прям в течение сегодняшнего вечера можете сами попробовать. И для? Да и все, собственно. Деньги. Это самый интересный слайд. Да, про деньги. Ну, деньги не нужны проекту. То есть, благодаря стартапе и проекту уже получил первую инвестицию. Но на самом деле, почему я рассказываю об этом проекте? Ну, во-первых, для того, чтобы вы попробовали и попользовались. Это интересно. Я сам лично пользуюсь очень-очень много раз ежедневно. И второе, проекту необходимы в будущем инвесторы и партнеры, которые могли бы отслеживать этот проект в пеленок, тогда, когда ему действительно понадобятся значительные инвестиции, чтобы не было этих длительных переговоров, проверок на доверие, недоверие и так далее. То есть, у проекта уже есть воспитатель, который готов вложить в него. Ну, собственно, все. Вообще монетизация. А, монетизация. Зачем? На самом деле, до того, как проект не достигнет миллиона пользователей, нет смысла вообще думать о монетизации. Хотя о монетизации я подумал. На самом деле, у проекта есть большие возможности по развитию в сторону бизнес-приложений. То есть, вы платите 10 или 20 долларов в год и получаете целый инструментарий сервисов, например, которые вы упорядочивали, документы, которые вам приходят по проектам, раскладывали самостоятельно. То есть, робот выполнял бы функции вашего, ну, как бы, живого секретаря, который сам раскладывает нашу корреспонденцию по проектам, вытягивает нужные данные, систематизирует. То есть, вам не нужно заботиться о системах, системы заботятся о вас. Ну, собственно, 10 долларов в год, я не знаю, кто-то есть, кто не сможет позволить себе 10 долларов в год. За то, чтобы вообще не морочиться с никакими системами, а чтобы системы морочились с вами. Это отдельный сайт? Нужно заходить в сайт, чтобы он мне напомнился? Нет, вы просто в копию вашей переписки ставите адрес робота. Как он мне напоминает? По почте. Причем это очень удобно. Вам в той же ветке переписки, например, от Gmail, знаете, да, он по веткам группирует разговоры. Вот, например, есть reminder. Вы поставили напоминалку, она напомнила, там, сделать сегодня презентацию. Это вы залезли в почту, ищите, где там в этой презентации шла речь, где там задание было и так далее. Робот в этой же ветке ответит вам на письмо, и вы сразу видите всю переписку, связанную с этим проектом. Это суперудобно. Да? Есть вопрос. С чем отличается WorkSection? И если не все пользуются, почему даже так начинают? WorkSection – это достаточно большой проект, о котором вы должны заботиться. То есть вы должны создать там проект, задачу и так далее. Даже в больших компаниях 80% всех вопросов вообще не решаются через системы, хотя у них есть автоматизация. По e-mail написали коллегам, да, нужно сделать это, это и это. И все. Всем лень заходить в эти системы. Серьезно, я общался с очень многими компаниями, ну и, собственно, и работал. Ну, то есть, я как пользователь, у меня есть проект, мне нужно людям заслать тут работу. То есть, я заслужил на сайт, я не регистрирую, вы пишите, я регистрируюсь. Как это будет происходить? Вы даже не заходите на сайт. Вы пишете своему коллеге, как вашего коллегу зовут, например? Иван. 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 Иван, вышли мне на презентацию на завтра. После слова «завтра» ставите значок, да, собачку, ставите в копию адрес робота. Все, нигде не регистрируйтесь, робот вам напомнит завтра и вашему коллеге, что нужно сделать это. Все. По e-mail. Не важно, вы Gmail, пользуетесь Mail.Root, а не чем угодно. Благодарим, время вышло. Кто еще один вопрос? Извините, время вышло. Важно. Я верю. Зовут Богдан. Меня Богдан, да, зовут. Я в серой такой штуке сижу вот там, если что. Вы сможете лично уже задать вопрос непосредственно. Я так понимаю, вы в комедии...